Я всегда любил что-то делать руками. Мне всегда интересно было что-то попробовать новое. Даже банально, я ручку в детстве какую-то мне покупали новую, я всегда ее должен был разобрать, собрать. В этом у меня кайф был. Ну и учился-то я в Кипу на инженера. Может быть и там какая-то своя доля потребностей возникла по итогу. В начале 2014 года я тогда просто увидел в интернете какие-то изделия такие, что тоже люди делали. Ну и понеслась одно за другим. Первые свои изделия начал делать, узнавать где, что, как. Ну и на сегодняшний день дорос до того, что имею. Я увидел у одного мастера, как он шьет на швейной машинке. У меня была уже швейная машинка, но я не мог достичь такого уровня шва в плане скорости прошива, в плане красоты этого шва, настройки машинки. И мне не получалось. Я ему пишу. Я вообще человек открытый, мне не так важно это, да, что там кто-то что-то скажет. Я ему пишу. Я говорю, как ты достиг такого уровня, что ты на машинке просто ровненько, аккуратно все отстрачиваешь. Как у тебя получилось? Он говорит, ну ты шесть сначала восемь-десять километров шва, а потом, говорит, повернешься ко мне. Как будет, например, татарском коже? Терри. Терри лезер. Лезер – это на английском. Не было у меня банальной идеи, как назвать, как что-то придумать. Я просто делал изделие. А тогда мне типа сказали, а как у тебя, неужели ничего нет там. Ну и я впопыхах, что-то быстро-быстро придумал. Знакомому дизайнеру отдал, говорю, вот название, вот сделай мне логотип. А мне сделали название, а так и осталось до сих пор Терри лезер. Это место, где я могу сидеть спокойно. Медитация. Работа сама по себе – это медитация. То есть я работаю, я как-то от всего отдаляюсь полностью, да, там, в какую-то свою собственную продуктивную среду. Вы кожу трогали когда-нибудь с руками натуральную? Есть? Чувствуете разницу? Я дам вам попробовать потом. Есть разница огромная между натуральной кожей и кожзамом. Даже самой лучшей современной эко-кожей. Она теплая. И вот это, наверное, больше всего привлекает. Вот эти тактильные ощущения. Кожа бывает растительного дубления, химического дубления и комбинированного дубления. Я использую всю, то есть и растительного, и химического дубления, и любую. Основной момент, что мне нравится и на что я обращаю внимание, когда кожу выбираю, это, ну, естественный рисунок, да, там, то, чтобы было видно, да, что это и натуральная кожа. Это там элементарно какие-то мелкие шрамы, укусы, еще что-то. Классно, когда это видно. Оно отличает натуральную кожу от дермантина и корзама. Оно прям реально. Вот здесь виден неплохо, да, рисунок. Так, а вот кожа растительного дубления бутера. На ощупь, даже если посмотреть, она прям шелковистая, у нее очень насыщенный и классный цвет. Делать из нее любые изделия, это сплошное удовольствие. Такое изделие, за ним ухаживать надо. За живым лицом надо ухаживать. Там банально протирать, использовать какие-то бальзамы, чтобы изделие со временем, там, ну, не потеряло там свой внешний вид в абсолютном. Оно красиво состарится, но при этом будет классно выглядеть, если за ним правильно ухаживать. Мне нравится, когда я изделие человеку даю, и вот этот эффект вау мне нравится. Люди даже на подарок берут, я прошу потом расскажите, что там как-то, как подарок оценили. Вот, вот эта обратная связь мне нужна, вот она мне важна. Как человеку зашло мое изделие. У нас в Крыму, в частности, Бахчисарай, он отличался огромным количеством не просто людей, которые делают из кожи что-то, а людей, которые дубят кожу. Было немалое количество мастерских, которые дубили кожу, дубильни. Даже банально, возьмите Чурухсу, река, которая проходит. Одна из теорий, что почему ее назвали именно Чурухсу, эту речку, потому что выше, в стороне Салачака, огромное количество было маленьких мастерских, в которых эти кожи дубили. Соответственно, там нужно большое количество воды, и эту воду потом сливали в эту речку. Запах очень специфичный после дубления кожи появляется. Поэтому и пошел запах, название этой речки, и пошло Чурухсу. А Крым, так, по фактам, дославился тем, что здесь делали лучшие седла, ножны изготавливались, ну и обязательные вещи, да, есть обувь. Кожаная обувь, это как и сейчас, так и тогда было в моде, и люди пользовались ею в обычной жизни. Есть, кстати, немало интересных находок, которые у нас в Ханском дворце есть. Одно из них, это рюкзак чабана на выставке есть. Это торба. Банальный мешочек такой, сделанный из кожи, и он из сыромятной кожи изготовлен. У меня даже была идея, когда я впервые пришел туда, увидел его уже занимаясь кожей, я хотел повторить что-то подобное, но на более такой современный лад. У меня вообще была идея развивать кожевинную, скажем так, свое ремесло не просто в формате так, как делают все, а так, как бы оно могло выглядеть, если бы история сложилась бы по-другому. Если это касается орнаментов, я знаю, что есть мои кошельки, купленные не крымскими татарами, которые сейчас находятся не в Крыму, эти кошельки с крымско-татарскими орнаментами, и люди пользуются ими. Понятное дело, что когда у этого человека спросят, а что это, он расскажет, что это. Крымско-татарский орнамент, купил там в Крыму. Да, это турист, который купил это изделие с орнаментом, но неважно. Чем дальше это изделие уедет от Крыма, тем больше будет распространение нашей культуры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова